Привет, друзья! Вы на канале Цветоводы всех стран. Объединяйтесь, меня зовут Юлия, и сегодня у нас 11 марта. 11 марта, и я хочу рассказать вам, какие на сегодня у меня намечены мероприятия по работе с рассадой. Но для начала хочу ответить на несколько часто задаваемых вопросов. В основном меня спрашивают о бакопе. Как она себя чувствует? Что с ней надо делать? Чем ее подкармливать? Рассказываю. Вот моя бакопа. Ей чуть больше месяца. Как мне кажется, выглядит она вполне неплохо, подросла значительно. А вот многие мне пишут, что бакопа проклюнулась, выросла немножечко и остановилась в росте. Когда я начинаю спрашивать, что люди делают с бакопой, все говорят, ну, она подросла, выпустила там несколько настоящих листиков. Они убирают крышечку и ставят ее под лампы. Как мне кажется, это сугубо мое личное мнение, в бакопе некомфортно. Некомфортно в наших квартирах, жарких, сухих. Поэтому я для себя сделала вывод, что пока возможно, пока моя бакопа помещается вот в такую тепличку. Стоит она у меня вот в таких тепличках. Вот под такой крышечкой. Как видите, там довольно еще много места. Есть воздух. Крышечку я прям плотно не закрываю. Но все равно там влажно. Там нет такого сухого воздуха, как на наших подоконниках. И бакопа себя чувствует вполне прилично. Эти бакопы, конечно, у меня чуть меньше, чем эта. Это самая большая бакопа. Но так было изначально. Она первая проклюнулась. Быстрее и мощнее пошла в рост. И так вот остальные за ней подтягиваются. Но догнать не могут. Вот таким образом. Чем я ее подкармливала? Да ничем. Один раз, когда проливала всю рассаду, ей досталось немного раствора от лета. Это для того, чтобы рассада была более коренастая. Быстрее наращивала корневую. Вот и все. Больше я ее ничем еще не подкармливала. И что же я хочу сегодня сделать с бакопой? Хочу я бакопу немножечко постричь. Честно говоря, я уже прищипывала ее один раз. Но вчера мне как раз задавали вопрос, как себя чувствует бакопа. Я ее сфотографировала. И глядя на фотографию, поняла, что надо бакопу мою уже еще раз постричь. Но для начала мы разведем раствор. Вот, друзья, как я и говорила, при пересадке, при обрезке, при всех мероприятиях, которые могут доставить растениям стресс, я использую эпин. Эпин – это универсальный антистрессовый адаптоген, поэтому лишним это не будет. По крайней мере, уж мне точно, я так спокойна, мне так спокойнее. И что мы делаем? Эпин продается вот в таких колбочках, но мне удобнее перенести его в шприц. Мне так легче рассчитывать количество, сколько нужно добавить на то или иное количество воды эпина. Сегодня я буду разводить эпин в литре воды. По инструкции, вот этот один миллилитр надо развести в пяти литрах воды. Но у меня, во-первых, один литр, во-вторых, у меня осталось эпина, тут всего ничего, пол кубика, это значит на два с половиной литра. Поэтому приблизительно вот несколько капель я добавляю, вот пять капелек, достаточно. Ничего страшного, если здесь будет чуть меньше. Главное – не переусердствовать. В нашем случае, как говорится, лучше не долить, чем перелить. Перемешиваем и добавляем в опрыскивание. Пор наш готов, и мы хорошенько опрыскиваем нашу бакопу. И после опрыскивания бакопа наша должна постоять хотя бы пару-тройку часов, вот в таком спокойствии, чтобы все это дело впиталось, а уже потом можно приступать к обрезке. Но на завтра у меня намечено очень много пересадок, поэтому пойдемте, пройдемся по подоконникам, посмотрим, в каком состоянии рассада, и всех обрызгаем эпином. Не только те растения, которые будут завтра пересаживать, совсем плохо от этого никому не будет, поверьте мне. Итак, подоконник номер один. Здесь в срочном порядке нужно пересаживать петунию. Посмотрите, какая она уже мощная, уже тесно ей в этом корыце. Надо было бы, конечно, пересадить ее гораздо раньше, но были праздники, я была на даче, и мне некогда было заниматься петунией. Вот завтра я ее буду пересаживать, а может быть, даже сегодня вечером. Это у нас катарантус. Тоже чудесно выглядит, очень мне нравится. Мне кажется, он даже красив без цветов. Здесь под крышечкой у меня находится лабелия в торфяных таблетках. И хотя она чувствует себя неплохо, но уже надо бы ее пересадить в горшочки. Здесь у меня разные травки, баклажанчики. Тоже немножко опрыскаем их эпином. Это тоже бакопа. Бакопа, которую посадила мне в подарок подружка. Приезжала на 8 марта, привезла мне эту рассаду. Конечно, мы тоже ее завтра разделим. Как видите, тут 4 кустика. Это у нас левкой. Тоже завтра будет рассаживаться. Здесь три цвета. Здесь у нас сальвия мучнистая в двух цветах. Тоже, наверное, завтра будет пересаживаться. Здесь уже по отдельным стаканчикам сидит лабелия. Помидорка. Вот такой чудесный кустик помидора Ацтек. Очень хорошенький. Такой мохнатенький. Такой мохнатенький. Как ножки у паучка. Это тоже подарок от подружки. Калиброшка. Вот такой будет кустик. Астра белая. Тоже завтра будет расселяться по отдельным квартиркам. Здесь уже распикированный перчик. Сладкий болгарский перчик. Там у нас лавандочка. Тоже ее побрызгаем. Пока она у нас сидит на месте. А это подарочная гортензия. Называется она «Жемчужина фестиваля». Подарок мне на 8 марта. Еще один мартовский подарок. Это примула. Посмотрите, какая красоточка. Тоже, думаю, ей лишним и пин не будет. Но все, идем на следующий подоконник. Подоконник номер два. Клен. На 8 марта подаренный. Правда, не бордовый, а какой-то еле-еле розовенький. А в горшочках у меня посажен базилик. Друзья мои, снимаю для вас видео в несколько этапов. Поэтому будет монтироваться чуть позже. Я думаю, дней через 10. Когда можно будет уже точно сказать, какая мощная рассада получается при таком способе посева. Отлично! Всегда теперь буду вот так сеять. Причем сразу в горшки, чтобы получить ранний урожай. И здесь мы побрызгаем. Это у меня виолка. Там маленький дельфинюм однолетний. А это восковник. Новое удивительное растение, которое будет расти у меня в саду. И, надеюсь, в саду моих друзей. А это Юлька. Клематис, тоже подаренный на 8 марта. А вот чудо природы. Это ангиник, который я привезла из Сочи 2 года назад. И так он меня радует. Всю зиму вот такая красота стоит. У меня даже есть кусочек видео, который я снимала на Новый год. Но почему-то оно не попало ни в одно из новогодних видео. Сейчас вам вставлю, покажу. Конечно, это не ёлочка. Но посмотрите, какие чудесные мини-шарики украшают этот куст ангиника. Просто маленькое чудо. Ну и здесь у меня орхидейки и остальные домашние цветочки. Всем-всем-всем и пинчику. Домашним цветочкам тоже добавим и пинчика. Думаю, хуже не будет. Смотрите, какая красота. Это папа подарил Полине. Такую примолку. Красивущая. Просто глаз не отвести. Ну и этой малыш мне, конечно, достанется. Перечислять не буду. Я буквально недавно вам снимала видео про этот подоконник. Всё здесь потихонечку подрастает. Рассадка очень крепкая. Довольна я в основном всей рассадой. Ну, за некоторым исключением. Вербенка, конечно, очень слабо растёт. Зато львиный зев что творит. Вы посмотрите. Это просто сплошной ковёрт. Вы представляете, сколько мне это пикировать? Я вообще в шоке. И вот интересно, как этот шустрый колеус насеялся у меня практически во все плошки. Как он там очутился? Может быть, в земле? Не знаю. Даже не предполагаю, как он так везде у меня оказался. Ну, вот пенисетум, лесохвостный кассиан. Каждый день новенький выходит. Тут малявочки растут такие интересные вообще. Ну, вот, друзья мои, показала вам практически всю свою рассаду. А, ещё черенки фуксии остались. Сейчас их тоже обработаю. Ну, и наш холодный подоконник с фуксиями. Вы думаете, это новые растения? Нет, друзья. Это черенки. Уже пошли полным ходом в рост. Надо их тоже уже рассаживать по отдельным домикам. Но чувствуют они себя прекрасно. А вот там ещё череночки. Вот всё, всем-всем-всем старенькие. Мало того, что они уже обрастают новыми листочками, веточками. Они ещё и цвести вовсю пытаются. Вот такая сильная фуксия. Замечательный, чудесный цветочек. Всем-всем-всем и пинчика. Всем достанется. И этой малышне. Вот, кстати, покажу вам на этих малышах, какая уже корневая система. Вот те, которые стояли в водичке. Видите? Завтра вас буду рассаживать. Не переживайте. Красотулечки. Мои хорошие, на этом буду заканчивать. И, конечно, мы с фуксией всем желаем самое главное мир и лад в наши дома. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин